Санкт-Петербург Наше путешествие начинается с самых невероятных мест. 19 век, Санкт-Петербург. Вход в Исаакиевский собор. В холодном городе ранний утренний туман рассеивается с приближением солнца. Ваши ботинки в засохшей грязи. Это 1860 год. И в то время, как Санкт-Петербург стоит царственно и гордо, его жителей невозможно нигде найти. Тихо. Слишком тихо. Население Санкт-Петербурга в 1860 годы, как нам говорят, составляло около 500 тысяч человек. Но вокруг нет ни одной души. Где все? Длинная тень от Александровской колонны дает нам подсказку относительно времени прохождения солнца над этим регионом. Длинные тени появляются только утром или вечером. Значит, это утро. Но пока еще никого не появилось. Если мы проедем 400 миль до Москвы, то увидим то же самое. Пустые, тихие улицы. В 1860 году Москва населяло такое же количество людей, что и в Санкт-Петербурге. Где-то 500 тысяч жителей. Но, опять же, где все? А что насчет остального мира в этот период времени? Эдинбург, Шотландия, 1840 годы. Копенгаген, Дания, 1840 годы. Дрезден, Германия, 1860 годы. Рио в Бразилии, 1860 годы. Торонто. Канада, 1860 годы. Афины в Греции, 1860 годы. А потом Лондон. Ну, наконец-то, люди. А как насчет Парижа? Люди. Жизнь. Первая фотография, как нам говорят, была сделана в 1822 году. Искусство фотографии основывается на методах сопоставления и контраста, чтобы с их помощью можно было бы передать и информацию, и настроение. На этих старых фотографиях мы не найдем упомянутых техник, используемых современными фотографами в своем творчестве. Но зато мы найдем естественные контрасты, которые нам очень важны и имеют первоочередное значение в навигации по нашей лживой истории. Контраст – это естественное или искусственное явление, в котором значение создается и передается посредством сравнения двух противоположных элементов. При взгляде на Россию 1860-х годов сразу же бросается в глаза огромный контраст между отсутствием населения и огромным размером этих городов. Даже в XIX веке Москва и Санкт-Петербург просто огромны. Инфраструктура, запечатленная на фотографиях, могла бы спокойно вместить миллионы жителей. Зачем тогда этим городам быть такими огромными всего лишь для 500 тысяч человек в каждом? Более того, официальная история говорит нам о том, что численность населения последовательно увеличивалась с 1764 года. Однако многие здания, которые мы видим здесь, были построены за много лет до того, как была сделана фотография. Так что ж, русские просто хорошо спланировали все заранее? Но когда представлены жители на этих фотографиях, мы замечаем новый, ошеломляющий контраст между людьми и окружающей средой. Может быть, количество жителей просто уменьшено? Или может быть, дело в монохромном затемнении черно-белых фотографий? Но они показывают нам кое-что, среди чего мы прожили всю свою жизнь и никогда не обращали на это внимания. Это грандиозная и невероятная архитектура. Попадая под влияние индустрии туризма, мы путешествуем с места на место и осматриваем все, внимаем, познаем, слушаем, смотрим на то, о чем нам рассказывают, как это все произошло. А стоя перед таким сооружением, как Триумфальная арка в Париже, мы можем даже воскликнуть, «Вау! Как они это сделали!» Но сайта, происходящего вокруг, который мы поглощены, возможно, мешает нам задать этот вопрос по-настоящему. Стой напротив такого сооружения, как Триумфальная арка, пока толпа Рьяна фотографирует на свои смартфоны, чтобы запечатлеть эту реальность, мы делаем вывод, прежде чем нас оттолкнет новая порция туристов, что ж, они должны были это как-то сделать, раз я стою здесь и смотрю на это. Во время обучения в школе нам редко показывают старые фотографии величественных городов, разбросанных по нашей плоской земле. И, возможно, для этого есть причина. Ведь если мы начнем размышлять, глядя на изображения, подобные этим, на которых запечатлены примитивные люди викторианской эпохи, прыгающие вокруг, как кузнечики, прячущиеся в тени самой великолепной, грандиозной, выдающейся архитектуры, которую мог когда-либо представить себе человек, мы действительно начнем сомневаться. Как они могли это построить? Триумфальная арка состоит из 36 695 кубических метров известняка и весит 95 407 тонн, или чуть более 95 миллионов килограмм. Они говорят нам, что на строительство гигантской арки потребовалось 12 лет в два разных периода, с 1806 по 1814 год и с 1832 по 1836 год. Как они перевезли такое количество известняка на таких лошадях и повозках, что мы видим на фотографиях? Присмотритесь к четырем скульптурам, что украшают каждую из сторон. Посмотрите на сложность этих скульптур и узорчатость орнамента, обрамляющего арку. Каждая секция идеально повторяется без каких-либо отклонений или несоответствий. Первый настоящий электроинструмент был изобретен только лишь через 60 лет после завершения строительства арки. Они говорят нам, что это было сделано вручную. Это вообще возможно? А есть еще потолок арки. Безукоризненные трехмерные скульптурные розы с идеальной геометрической симметрией. Нюансы деталей и изящества каждого лепестка и границ поперечного сечения ошеломляют. Посмотрите на остальной Париж в это время. Снова множество невероятных, громадных, великолепных построек. Инфраструктура города восхитительная. А люди и их средства передвижения примитивны, бесхитростны и, кажется, совершенно неразвиты до той степени, чтобы создать город, как этот. Дороги вымощены неправильно и неравномерно. Они грязны и слякотны. Мы также видим здания того периода, архитектура которых соответствует жителям. Здания неправильных форм и пропорций, менее развитые и утонченные, очаровательны по-своему, но только из дерева и гипса. Это именно та архитектура, которую мы ожидаем от поколения с лошадьми и повозками, поколения, не сведущие об открытиях и технологиях, которые последуют в ближайшие годы. Более того, на момент создания этой фотографии арки около сорока лет после завершения строительства. Но вы можете увидеть, что некоторые части конструкции уже изношены. Мы видим выветривание на камне, что говорит о том, что арка намного старше. Обращаясь к концу 19 века, мы видим, что москвичи наконец-то решили покинуть свои дома и выйти на улицы. На пресловутой Красной площади сейчас кипит жизнь. Собор Василия Блаженного и Спасская башня доминируют в этом кадре с площадью. Строительство собора Василия Блаженного началось в 1555 году и было завершено в 1561 году всего лишь за 6 лет. Сильный пожар произошел здесь в 1737 году и затем реставрация в течение более 20 лет. Но посмотрите на это! Какое строение! Практически нереальное и не похожее ни на что другое. Оно состоит из тысяч красных кирпичей и листового железа, оформленных в виде луковичных куполов, которые мы видим. Посмотрите поближе на замысловатые купола. Как они изгибали металл, чтобы добиться такой точности и совершенства в 18 веке. И опять же, если они обладали навыками и специализацией, позволяющими построить такое чудо, то почему тогда состояние дорог такое ужасное, а не покрытых грязью? Мы повсюду видим эти потрясающие строения и здания на фотографиях 19 века. У нас есть удивительный хрустальный дворец в Лондоне, исполинское сооружение, самый большой, состоящий из стекла площадью, который когда-либо видели в здании. И все это было построено до того, как в Англии появилось автоматическое производство стекла. У нас есть Вестмистерское аббатство и парламент. У нас есть Юстонская арка, построенная из чистого песчаника в 1837 году. А улицы грунтовые и полны грязи. Почему эти люди не уделяли первостепенного внимания улицам, по которым ходили? Фраункирхе – куполообразный шедевр в Дрездене, Германии. Это замысловатое и роскошное великолепие в прямом контрасте с потрепанными повозками, запряженными лошадьми, что мы видим внизу, и людьми, зависящими от самых элементарных вещей. Людьми, абсолютно ничтожными в своих размерах и величиях. Библиотека парламента в Оттаве, Канада, была построена в течение 17 лет. Первые крупные группы поселенцев прибыли в 1800 году, и во время строительства численность населения города составляла менее 20 тысяч человек. Неужели огромная, великолепная библиотека станет приоритетом для поселенцев? Почему здание выглядит так, будто оно было вырезано из Европы и приклеено в Канаде? Даже на пороге нового столетия, за 40 лет до Бошевского электроинструмента, мы уже имели Пенсильванский вокзал в Нью-Йорке. Посмотрите на этот размер. Совершенно умопомрачительные пропорции. Как мы видим здесь, на фотографии, каждый восьмиугольный скульптурный узор на сводчатом купольном потолке больше размера, чем человек. Посмотрите на гигантские колонны и с детальными подробностями священные листья, украшающие верхнюю часть каждой колонны. Они говорят нам, что на строительство этого вокзала ушло 6 лет. Целых 6 лет. Да, точно. Почему мы такие легковерные, даже имея доступ к современным электроинструментам, конструкторам для печати и грузоподъемной техникой, мы не сможем воспроизвести это сегодня. И что еще более важно, мы даже не восстанавливаем этот тип архитектуры сегодня. Официальные лжецы нашего мира используют общий термин для обозначения такого типа архитектуры, который мы видим в Северной Америке. Они называют это историзмом. Историзм это термин, придуманный для описания стиля архитектуры, который является возрожденным по своей природе, или, иными словами, копирует стиль другого периода времени. Величественные арки и здания с гигантскими колоннами, что мы видим, построены в классическом или греко-римском стиле, а соборы построены в стиле ренессанса и готики средневековой Европы. Компоненты этих специфических стилей характеризуются наличием больших шпилей, арочных окон, башен и башенок, куполов, аркад, скульптур, огромных дверей, круглых геометрических окон, колонн, колонн, астрономических часов и колокольн. Следы этой невероятной архитектуры можно найти сегодня буквально повсюду, в каждом городе и во всем мире. Некоторые из них сохранились и поддерживаются, такие как Парижская Триумфальная Арка и Нотр-Дам, а другие заброшены и позабыты, такие как Юстонская Арка и Пенсильванский вокзал в Нью-Йорке. Мы, люди, путешествуем за много миль, чтобы сделать собственные фотографии этих чудес. Однако фотографы XIX века подарили нам кое-что. То, что они никогда не предполагали подарить будущему поколению. Перспективу. Мы видим примитивных людей на фоне явно развитой архитектурной инфраструктуры. Официальные историки мира рассказывают нам сказки о Дарвиновской эволюции и переходе между периодами времени. Люди, которые приходили после, всегда были более продвинутыми в своем роде, совершенствуя и переосмысляя методы предыдущего поколения. Если на пике инноваций и промышленности в XIX веке по-прежнему использовались лошадь и повозка как средства передвижения, то, как говорят нам данной фотографии, этот стиль архитектуры был невозможен и для тех, кто жил предыдущие века. Любой, у кого есть склонность размышлять и задавать вопросы, может немедленно почувствовать, глядя на эти фотографии. Прогнило что-то в датском королевстве? Что-то не так с официальным историческим повествованием? Что-то не складывается. На панорамном снимке Сан-Франциско 1877 года мы видим калаш из исторической архитектуры. Мы видим колонны, приглашающие войти величественные здания, которые словно белой вороной выделяются на фоне окружающих их деревянных хижин. Мы видим готические шпили и башни вдалеке. Мы видим кафедральные соборы и здания. Мы также видим насколько разросшимся и огромным стал город. В 1846 году было около 500 поселенцев мормонов, живущих на территории, которую сейчас мы называем Сан-Франциско. Это была приграничная земля, готовая к освоению. Между 1848 и 1849 годами, с началом золотой лихорадки в Калифорнии, население увеличилось с 1 000 до 25 000 человек. А 28 лет спустя была сделана эта панорама. Население в это время, как нам говорят, приближалось к 200 тысячам человек. Кто в здравом уме поверит этой истории? Это похоже на город с населением 200 тысяч человек? Без каких-либо современных технологий, электроинструментов, автоматического производства, электродвигателей, люди в чужой неосвоенной земле оставили вот такой след? Неужели мы действительно готовы поверить, что разрастающееся население построило весь этот город всего за 30 лет? И опять такая тишина, такое спокойствие. это фотография пустого города. Где все люди? Тянет столба, говорит нам, что сейчас не ранние часы утра. Короткие тени появляются только к полудню. В городе такого масштаба в полдень должна кипеть жизнь. Но нет ни единого человека в кадре с этой панорамой. Единственная жизнь, которую мы здесь видим, это лошадь безхозяйная. Кажется маловероятным, что всем людям приказали оставаться дома, так как проходила фотосессия городского пейзажа. И эта безмолвная сцена становится все более жуткой, если учесть, что тот, кто стоял за объективом, имел цель встать в выгодную позицию, чтобы сделать эту фотографию. Но кто и для чего? И что это за случайность такая, что за период нескольких десятилетий 19 века мы можем видеть только безлюдные города России, Европы и Северной Америки, такие же, как на этом фото. А всего лишь спустя несколько лет мы обнаруживаем те же самые места, заполненные людьми. Людьми, однозначно не способными построить архитектуру этих городов. И что же делать с этими фотографиями? Если мы согласимся с официальной историей, игнорирующей эти странные аномалии, то нам остается только закончить здесь и вернуться к нашей очень занятой жизни. Но эта общепринятая история не соответствует действительности. Нам не следует верить никаким повествованиям, какими бы официальными и сертифицированными они не были, если они не имеют смысла. Люди, которых мы видим на этих фотографиях, и далекие предки не могли построить величественную архитектуру, которую мы видим. Это невозможно. Давайте, запрыгивайте. Мы должны поглубже зайти в эти города и повнимательнее посмотреть. Должны быть какие-то зацепки, ждущие своего часа, чтобы помочь нам понять, почему эти города пусты. Подождите, что вы говорите? Вы хотите сначала стереть грязь с ваших ботинок? Не беспокойтесь, это пустая трата времени. Давайте же, запрыгивайте и погнали. Ведь именно грязь даст нам некоторые подсказки относительно того, что могло произойти в этот период времени.